Сколько мог у мухи? Перехожу на другую тему. Это пример того, что люди элементарного не знают и просто находятся в стадии веры, как будто дети. Им сказали, что красная, черная, черная. А потом берется, семь святого радуги взять, семь святого радуги объединить. Помните школьный пример? В виде круга. Семь святого радуги. Белый, красный, синий, жёлтый, розовый, там-то. А когда раз, исчезают все цвета, она белая. Как это могло быть? Существует легенда про Ристотеля, который якобы утверждал, что мухи 8 ног. И будто бы только Карл Линей, квалификация животного мира, восстановил зоологическую правду. И мужественно доказал их. Ему тоже не верили, что вы все же сказали. А посчитать-то зачем? Написано 8. Точка. Вот. Это есть пример одержимого умозрения. Вот. И мы с вами будем вот такими. Вот. И я, когда уже доступно непосредственно наблюдение экспериментов. Вот я и обращаюсь к учёным. Поставьте же эксперименты в учёных садах. Поставьте одинаково вырастить от 100 деревьев. Поберите их. Точнее, неправильно слово проберите. Покрасьте. Как сейчас принято. Помните, это самых верхушек требует. Тут же 100 не трогайте. Ну, я говорю, трудно подождать 3 года, 5. И их потом на всю страну объявить. С высокой трибуны. И вот таких примеров. В одном проведении ветки. В другом не тронули ветки. Несколько лет всё истинно. Ну, сколько мы будем вот так вот бороться? Сейчас, знаете, сколько там? Прошлый вебинар. Если всё собрать здесь, да там, после расшифровок, после разбития, да ещё в Яндексе, ну, тысяча наберётся. А у них опять миллионы. Как вот это вот здесь? Как это организовать? То, что я ставлю в эксперименты, вся моя жизнь один эксперимент. Ну, кого я убедил-то? Подумаешь, лучший сад по качеству плодов. И ни разу не померен. Ну, что, с ума сойти. Не померен. Почва не перекопана. Да караулы уже должны были сожрать. Ни одного капля яда. Да там, наверное, ни одного листика уже не осталось. Листья целые. Сколько уже показывают? Я же телевидение показывал. Ладно, пойдём дальше. Постула 28. Никакими хищерениями, пыточными. Пересадка, обрезка, обильное поливо, удушение проволоки, обдирание коры, обрубание корней, обильные подкормки. Создание искусственной среды обитания. Невозможно получить урожай. За все годы больше, чем он заложен в программе развития. И вот это вот же. Ну, надо же я уже с буквы B использую. Скоро буду уже открытым текстом говорить. Анекдот. Поймёте к чему. Знаете, как будет по-борядски мороз? А, вы хотите знать? А я знаю. Поборядский мороз переводится так. Холодно, блять.